Кладоискатель Кто хочет прицениться и узнать реальную стоимость антиквариата Чтобы в будущем выгоднее купить или продать собственный предмет старины Итак, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем Десятка самых дорогих и интересных лодов, проданных за неделю на аукционе Виолити Да, это щенок Анастасия! Открывает сегодняшнюю десятку шпага российских гардемаринов 1740 года Гардемарин – морская стража Звание в российском императорском флоте, которое существовало с 1716 по 1752 года Звание это было введено Петром I для выпускников Академии морской гвардии После практики в морских походах им присваивалось офицерское звание с вручением мушкета и номерной боевой шпаги Именно таковой является представленная на аукционе шпага, изготовленная в 1740 году в знаменитых тульских оружейных мастерских Общая длина шпаги 85 см, длина рукояти 23 см Шпага российских гардемаринов была выставлена на торги со стартом в 21 тысячу гривен И после двух ставок она была продана за 21 тысячу 25 гривен 810 долларов или 46 тысяч 722 рубля Девятое место на этой неделе занял рубль Петра I 1723 года На этой монете Петр I изображен в мантии из горностая, накинутой поверх лад На груди его выделяется орден Святого Андрея Первозванного На линии обреза рукава можно увидеть буквы ОК, обозначавшие инициалы гравера Осипа Калашникова На реверсе монеты изображена монограмма Петра Четыре буквы П, соединенные в виде креста Под каждой из которых располагается корона Российской империи В кругах нумизматов эта монета именуется как тигровик Она чеканилась из серебра 728 пробы Номинальный вес монеты 28,44 грамма Фактически 29 Тигровик 1723 года был выставлен на торги со стартом в 1000 гривен Лот получил 58 ставок и окончательная стоимость составила 25500 гривен 982 доллара или 56 667 рублей На восьмом месте сегодня расположилась серебряная школьная медаль Белорусской Советской Социалистической Республики Школьные медали в СССР были введены еще 30 мая 1945 года Медали золотые и серебряные изготовлялись из золота 583 пробы и серебра 925 пробы соответственно Медаль представляла собой правильный круг диаметром 32 миллиметра И штамповалась в 16 вариантах для каждой из существующих на тот момент союзных республик Надпись за отличные успехи и примерное поведение также исполнялась на национальных языках союзных республик В нашем случае на белорусском это звучит как За выдатные поспехи и прикладные поводзины Медали это образца 1954 года Вес ее 15 граммов Серебряная школьная медаль Белорусской Советской Социалистической Республики Была выставлена на торги с одной гривны И после 144 ставок она была продана за 27 505 гривен 1060 долларов или 61 122 рубля Седьмое место сегодня занял лот под названием Знак отличия военного ордена 4 степени и медаль русско-турецкая война 1877-78 году Знак отличия военного ордена или Георгиевский крест Награда в русской императорской армии С 1807 по 1917 года Всего было вручено 1 миллион 200 тысяч таких наград Знак отличия военного ордена изготавливался из серебра высшей пробы Медаль же в память русско-турецкой войны 1877-78 годов Была учреждена 17 апреля 1878 года И награждались ею лица, принимавшие каким-либо образом участие в этой самой войне Начиная от военных всех званий и заканчивая волонтерами, священниками и простой прислугой На медали изображен окруженный сиянием православный крест Который находится над поверженным турецким полумесяцем Награды, представленные на аукционе, принадлежали одному человеку Они закреплены на одну родную колодку Знак отличия военного ордена 4 степени и медаль в память русско-турецкой войны Были выставлены на торги со стартом в 1000 гривен И после 213 ставок награды были проданы за 33 040 гривен 1273 доллара или 73 422 рубля На шестой позиции сегодня расположился орден Александра Невского за номером 17331 Орден Александра Невского советская награда времен Второй мировой войны Он был учрежден 29 июля 1942 года для награждения командного состава Красной армии Орденом Александра Невского было награждено 42 165 человек Орден изготовлен из серебра и украшен эмалью Примечательно, что поскольку не сохранилось прижизненных портретов полководца Александра Невского Было решено поместить на награду профильное изображение Николая Черкасова Исполнившего роль Александра Невского в одноименном фильме Орден Александра Невского за номером 17331 был выставлен на торги с 38 000 гривен За лотом следили 6 человек и один из них все-таки сделал ставку Орден был продан за 38 000 гривен 1464 доллара или 84 444 рубля Пятое место на этой неделе занял скифский биметаллический клевец с элементами декора в зверином стиле Клевец – боевой топор, имеющий ударную часть в форме плоского, граненого или округлого клюва Обычно он скомбинирован с молотком на обухе или топориком-чеканом Клевцы предназначались для ближней рукопашной схватки Часто ими вооружались всадники Клевец сочетает в себе высокую пробивную способность, удобство и небольшой вес Клевец, представленный на аукционе, датирован 7-6 веками до нашей эры Грифон на бронзовой части топора свидетельствует о том, что он принадлежал скифскому воину Вес топора 485 граммов и найден он в Харьковской области Скифский биметаллический клевец с элементами декора в зверином стиле Был выставлен на торги со стартовой ценой в 10 тысяч гривен Лот получил 106 ставок Топор был продан за 50 тысяч 1 гривну 1927 долларов или 111 113 рублей На четвертом месте сегодня расположилась картина Харлампия Кастанди, ночной семьи Ис О биографии Харлампия Дмитриевича Кастанди известно очень мало Родился он во второй половине 60-х годов 19 века в Одессе Учился в Одесском художественном училище А затем в частных студиях в Париже На рубеже 19-20 столетий жил и работал в Одессе Кастанди рисовал преимущественно марины и лесные пейзажи А также прибрежные и горные виды Крыма и Украины Особый успех имели его марины Которые называли морскими ноктюрнами Одна из таких работ художника под названием Ночной семи Ис Была представлена на аукционе Виолити Размер картины 18 на 27 сантиметров Размер по раме 33 на 42 Написана она маслом Картина ночной семьи Ис Харлампия Кастанди Была выставлена на торги с 1 гривны Лот получил 250 ставок И окончательная стоимость составила 50 015 гривен 1927 долларов И 111 144 рубля Открывает тройку призеров этой недели Ауреус Диоклетиана Гай Аврелий Валерий Диоклетиан Римский правитель с 284 по 305 года н.э. Вместе с ним в Римской империи Началась эпоха неограниченной абсолютной власти монархов Время Диоклетиана считается возвращением золотого века Рима В 305 году Диоклетиан торжественно отказался от власти Что являлось необычным на то время поступком И уехал на родину в Иллирию Где уединенно прожил последние 8 лет своей жизни На попытку Максимиана и Галерия убедить его возвратиться к власти Диоклетиан ответил отказом Заметив между прочим Что если бы они видели какую он вырастил капусту То не просили бы его вернуться на императорский трон Редкий Ауреус Диоклетиана изготовлен из золота Вес монеты 4,6 грамма Отчеканен он в Антиохии Ауреус Диоклетиана был выставлен на торги со 100 гривен И после 95 ставок монета была продана за 56 100 гривен 2 162 доллара или 124 666 рублей Почетное второе место сегодня занимает золотая лунница Периода черняховской культуры Лунница – один из самых распространенных амулетов-оберегов Существовавших на протяжении тысячелетий Лунница – женский оберег При всем разнообразии форм и техник исполнения лунниц Неизменным остается их общее сходство с луной Олицетворяющее лунный культ, плодородие и женское начало Золотые лунницы черняховской культуры Отличаются необычайной красотой И сложностью техники исполнения амулетов Зернь, скань и тонкая филигранная работа ювелиров того времени Отличают амулеты 2-4 веков нашей эры от других периодов Золотая лунница черняховской культуры Представленная на аукционе имеют внушительные размеры Длина ее около 5 сантиметров Вес – 11,65 грамма Золотая лунница периода черняховской культуры Была выставлена на торги со стартом в 65 тысяч гривен И после 8 ставок она была продана за 68 тысяч 100 гривен 2624 доллара или 151333 рубля Ну а первое место на этой неделе занял лот под названием История Великобритании Лот этот состоит из 9 золотых монет Посвященных военно-воздушным силам Великобритании Монеты эти изготовлены из золота 916-й пробы Тираж этого комплекта всего 500 экземпляров Номер этого комплекта 204-й На каждую монету имеется банковский сертификат Вес одной монеты 7,98 грамма Общий вес монет почти 72 Комплект этот был выпущен британским монетным двором в 2008 году Качество чекана – пруф К монетам прилагается шкатулка для хранения Выполненная из красного дерева Комплект монет История Великобритании Был выставлен на торги со стартом в 91 тысячу гривен За лотом следили 14 человек И один из них все-таки решился на ставку Лот был продан за 91 тысячу гривен 3506 долларов Или 202 222 рубля Ну что ж, друзья, спасибо, что смотрели Надеюсь, этот обзор вдохновил вас на поиски своих Не менее дорогих и интересных артефактов Если вам понравилось это видео И вы желаете помочь в развитии канала Сделайте репост его на свою страничку в любую из соцсетей Чтобы и ваши друзья смогли оценить данный обзор Буду очень благодарен Также вступайте в мои группы ВКонтакте и Фейсбуке И не забывайте подписываться на канал Впереди у нас еще много интересного На этом все С вами был ваш друг и соратник Кладоискатель Анархотурист До новых встреч И все будет хорошо Субтитры сделал DimaTorzok